Все, заглушил двигатель, снимаю фильтр, снимаю корпус, снимаю разъем. Откручиваю процессор, все, процессор убрал, открутил, снимаю болты и отодвигаю в сторону коррентштейн, также откручиваю пробку. Поднимаю автомобиль и сливаю масло. Поднял автомобиль, поставил тазик, откручиваю заглушку. Даже после трех литров хотел цвет масла показать, камера отключилась, поменял батарейку, сейчас откручиваю уровневую пробочку. Попробую все-таки показать цвет на просвет. Масло стало после трех с половиной литров светлым. Все, пустякает. Масло стекло, теперь могу вытащить трубку. Она здесь упирается. Вот такая уровневая трубка. Здесь есть уплотнительное кольцо алюминиевое. Сейчас поставим его новое. Новое кольцо, оригинальное, под номером LR002461. Вскрываем его и устанавливаем на трубку. Закручиваю обратно. И подтягиваю. Также и на маленькой пробочке снимаю резиновое колечко и устанавливаю новое. Новое колечко идет под номером LR00869. Где она здесь спрятана? Вот она. Открываем. И устанавливаю его на пробочку. Одел колечко и закручиваю пробку на место. Подтягиваем, но опять же не сильно. Здесь усилия не надо, потому что пробочка на резиновом кольце. А вот теперь всю эту маслянистую вещь смываю очистителем карбюратора, чтобы никаких здесь ни разводов, ни пятен, ничего не оставалось. Массажер и колечко. Белый отель? Белый отель? Белый отель? Массажер и оригинальный ток. Щу жути мать. Закручиваю. В этом деле очиститель карбюратора Очень хорошо помогает Если посмотреть Видно Ну все Ставлю защиту Опускаю автомобиль И заливаю масло Поторопился Ставим защиту Мы еще будем уровень выставлять Поэтому никакую защиту не ставим Опустил А вот теперь я заливаю Уже не 3,5 литра масла А заливаю 4,5 литра масла Заливаю Залил я остаток 4,5 литра масла Меняю на пробке Уплотнительное кольцо Новое идет ЛР30867 Одеваем его Убираем воронку Импровизированную Пока убираю воронку Каплю капельку масла Вытираю ее Чтоб не было И закручиваю Пробку Пробка на резиновой прокладке На новой Поэтому подтягиваем ее Совсем чуть-чуть В принципе Даже Достаточно Было от руки Чуть-чуть Ключом усилия добавил Ставлю на место Кронштейн Ставлю Наживляю Болты Затягиваю Затягиваю Затянул Кронштейн Ставлю на место И затягиваю Процессор Затягиваю 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 Блок Ставлю Проводку Ставлю Опускаю Корпус Затягиваю Наживляю Наживляю Болт Ставлю на место Фильтр Затягиваю 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 Ставлю на место Воздухозаборник Ставлю клипсы Крышку Также ставлю Крышку Затягиваю хомут. Запускаю автомобиль. А вот теперь прогреваю, чтобы у меня температура коробки была 50 градусов. Грею. Так, ну что, меряю температуру коробки 46,2 градуса. Но это чуть занижено, чуть температура получается где-то порядка 48-49 градусов. А вот теперь можно откручивать и сливать излишки масла. Это вот есть лишнее масло. Которое я изначально залил, чтобы потом уже не подливать. Мерится на заведенную. Ну и все, теперь можно закрывать. Заново промываем. А вот теперь можно ставить защиту. И на этом замену масла в коробке автомат я закончу. Всего вам доброго. На все про все у меня ушло 8 литров масла.